Длинный период своего времени я активно занимался спортом, а допустим одни только физические нагрузки, они недостаточно для того, чтобы получить желаемый результат. В моем случае выбор пал на эпитогенную диету. Пугать меня ничего не пугает в данной диете, потому что все время находишься под присмотром профессионала, а что волнует, это именно состояние кетоза. Хотелось бы его достичь, почувствовать и понять, что это такое. Придерживаться диет проверенных временем, конечно, намного проще и безопаснее. Известны все их сильные и слабые стороны, но человеку всегда хочется попробовать что-то неординарное. В разряд популярных новинок попала и диета кито. Кто-то называет ее опасной, кто-то считает панацеей не только от лишнего веса, но и от многих болезней. Вместе с нашим героем Виталием исследуем реальность и разоблачим мифы. Кито Кито, наверное, какая-то азиатская. Ну, кимоно, кито, близко очень. На японскую фамилию похоже. Какой-нибудь махамура кито. Кито, ну это что-то французское, мне кажется. Диета? Диета со странным названием кито. Не пугайтесь, китов есть не придется. Но предупреждаем сразу, вегетарианцам такое меню точно не подойдет. Потому как первым пунктом в ней значатся животные белки и жиры. Углеводы придется исключить. А если замучает голод, увесистым куском сала можно перекусить даже перед сном. С одной лишь оговоркой. Без хлеба. Диета кито, она рассчитана на употребление жиров. На жиры организму нужно намного больше энергии, чем переварить те углеводы и белки. Но там есть такая пометка, что нельзя переходить калорийность, допустим, выше тысячи. Вот, к примеру. То есть, если есть жиров на 1500, ты не похудеешь. Ты полностью убираешь из рациона почти все. Оставляешь мясо и жир. Но пугаться не стоит. Зеленые салаты, огурцы, сельдереи, кабачки употреблять в пищу не возбраняется. Главное четко следить, сколько запрещенных углеводов в них содержится. Суточная норма не должна превышать 30 граммов. Поэтому нужно быть внимательнее при выборе продуктов. Человеку худейшему придется кардинально пересмотреть свой рацион. В него должно входить всего лишь 10% углеводов, 20 белков и 70 жиров. Диета предполагает определенные ограничения. Ограничение количества углеводов, а, соответственно, и дефицитные состояния по количеству минералов и витаминов. Самое главное – определиться с сопутствующими заболеваниями. Обратить внимание на наличие заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний. Именно в аспекте того, что кето-диета предполагает поглощение большого количества жирных продуктов. Действительно, основа этой диеты – жиры. 70% насыщенных они содержатся в мясе, молочных продуктах, яйцах, и 30% ненасыщенных – это в рыбе, морепродуктах, растительных маслах, орехах. Но даже несмотря на то, что перечень продуктов диеты кето достаточно разнообразной, по большому счету исключаются только фрукты, сладости мучное и крахмалистые овощи, все же некоторые не выдерживают на ней и четырех недель. У меня был такой период, я села на эту диету. Первую неделю, да, классно, но когда ты знаешь, что тебе можно один огурчик без кожуры, столько-то грамм и столько-то грамм. Это вот правда, с ума сводит. Меня хватило на месяц, я очень сильно сорвалась после этого, потому что месяц я не ела ни фруктов, ни овощей, ни углеводов. Я начала это все есть, причем в больших количествах, и я очень сильно набрала. Но если даже после этого желание худеть не отпало, стоит хотя бы посчитать золотые. Понятно же, мясо – продукт достаточно дорогой, и употреблять его пять раз в день – удовольствие не из дешевых. Скорее, лишний вес начнет скидывать кошелек, причем гораздо раньше своего хозяина. Но возможность сэкономить все-таки есть. За продуктами лучше отправиться на рынок. В будние дни, как правило, часов до четырех бывают выгодные акции. А теперь протестируем свининую говядину. Куски возьмем равноценные, одинаковые по весу и с жирком. Добавим равное количество масла для жарки, поместим мясо на разогретую сковороду и обжарим с двух сторон в течение 15 минут. Сравним полученное количество жира. Как видим, разница значительная. Вывод – для диеты кето идеально подойдет свиная шейка. Если все продукты, позволенные на кето-диете, сложить в одну большую пирамиду, то выглядеть она будет примерно так. На нижнем ярусе расположатся жиры и белки, причем в ограниченном количестве. Их переизбыток неминуемо приведет к набору веса. Выше встанут полезные углеводы. Их найдем в зеленых овощах. Над ними – ягоды. Не обольщайтесь. Совсем немного малины, клубники, тьмородины. И орехи. Все, кроме фундука и арахиса. Приятного аппетита! Руки прочь от углеводов. Тому, кто однажды сделал ставку на кето, отклоняться от заданного курса не рекомендуется. Диетологи советуют – потерпите хотя бы неделю. Кетогенный процесс, который в итоге начнет уничтожать жировые запасы, обязательно наступит. Но не сразу. У нормального человека, среднестатистического, печень всеми путями стремится произвести из углеводов глюкозу. То есть мы съели, например, кусок сахара, кусочек, и из него произвела печень глюкозу. Частично она отправила в кровь клеткам, тканям, а частично отложила в виде гликогена. За счет этого, да, мы получали энергию. Еще издревле было так запрограммировано, чтобы человек при любых ситуациях выживал. Поэтому существует резервный путь, который позволяет нам выжить в условиях голода. Это путь производства кетонов. То есть из жира делается энергия, из жира производятся кетоновые тела. Печень – это основной наш поставщик энергии, переключается на резервный путь производства кетонов. Кетогенную диету еще до нашей эры использовали в лечебных целях. Сегодня с помощью нее худеют. Переход с одной системы питания на другую иногда бывает очень трудным. Многие отказываются от кето еще во время фазы адаптации. Это, пожалуй, самый тяжелый период. Кетос, конечно, не болезнь, но переболеть им все-таки придется. У человека, налегающего на жирную пищу, может ухудшиться самочувствие. Обычно это состояние длится от 4 до 6 недель. Пациент может испытывать симптомы кетоза, которые проявляются чем? Сухостью во рту, жаждой, запахом ацетона, выдыхаемом в воздухе, моче, слабостью головокружением, сонливостью, снижением толерантности к физическим нагрузкам. Доктор должен оценивать эту ситуацию и держать ее под контролем. Многие из приверженцев кетогенной диеты, кстати, советуют убрать из своего рациона имбирь. Якобы он нейтрализует полезные жиры, которые попадают в организм. Чтобы отмести излишние сомнения, проведем еще один эксперимент. Добавим имбирный сок в посуду с жиром. Ну и прошли сутки, жир на месте. Так что ешьте себе на здоровье. В мясе, яйцах, твороге и сметане тоже есть белок. Стоит переусердствовать, печень обязательно извернется, и даже из белка добудет нужное ей количество глюкозы. Организм запустит прежние механизмы. И все, вы уже не в кетозе. Придется начинать сначала. Глюкоза необходима для поддержания функций мозга. Этому нас учили во все времена. Но кетогенная диета переворачивает все полученные прежде знания. Настоящий приверженец кетто никогда не посмотрит с завистью на сладкий я. Он ему не нужен, а на десерт такой человек худеющий не закажет у официанта ни мороженое, ни шоколад. Он попросит бронекофе. Можно со сливками, но лучше со сливочным маслом. Это такая штука, которая позволяет нам выдержать от приема до приема пищи. То есть это кофе обычный, может быть растворимый, может быть сваренный. Куда мы добавляем жир? Ты на работе, например. А тебе, ты понимаешь, тебе надо жира. Бросаешь кубик в кофе и все. И ты энергичен. А вот заниматься спортом в самом начале кетогенной диеты ни врачи, ни тренеры не рекомендуют. Это может негативно сказаться на ослабленном организме. В спортзал прийти лучше недели через 4 и начать с каких-то несложных упражнений. И обязательно пить воду. Как можно больше и как можно чаще, чтобы выводить из организма излишки жира. Я часто рекомендую своим подопечным диету кито. Если к ней планомерно подходить, постепенно. Мышечная масса не падает при диете кито при правильном употреблении белков. 2 грамма на 1 килограмм собственного веса тела. При диете кито исключаются полностью простые углеводы в виде сахара. И без них тоже можно нормально функционировать в повседневной жизни и на тренировках. Возьмем 2 стакана с водой. В один добавим сахар. Затем опустим в них сырые яйца. Через сутки смотрим. Яйцо в чистой воде осталось на месте. В сладкой поднялось на поверхность. Ждем еще 2 дня. Все без изменений. А вот через неделю наблюдаем кардинальные перемены в том стакане, куда был добавлен сахар. Вода заметно помутнела. Яйцо покрылось коричневой пленкой. Это свидетельствует о том, что кальций под воздействием сахара потерял свои свойства. Научно доказано, что для набора жировой массы важно не только количество, но и качество углеводов. Репутация господина сахара, конечно, оставляет желать лучшего. А вот имидж госпожи клетчатки испортить непросто. В человеческом организме отсутствует фермент, способный ее переварить. Ее пищевая ценность равна нулю. Грубые волокна стимулируют моторику кишечника, нормализуют пищеварение, понижают уровень холестерина в крови. Содержится она в основном в овощах и зелени. Так что вот он, еще один плюс кетогенной диеты. Всегда есть возможность безболезненно прервать данную диету. Ну, или на крайний случай обратиться в медицинское учреждение. Но я думаю, мы к этому не придем. Если получится, то я планирую задержаться на этой диете. Потому что вообще кетогенная диета – это одна из наиболее физиологически адаптированных для человека. Можно, конечно, долго спорить о том, придерживаться ли кетодиеты всю жизнь. Но зачем загадывать так надолго? Если сейчас хочется попробовать что-то новое, изменить мир вокруг себя, преобразиться самому. Надо действовать. А вот как – это уже дело лично каждого. Кому-то достаточно будет сменить прическу. А кто-то обязательно предпочтет ощутить перемены на вкус. Почему бы и нет? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!